Салфетки заполоняют места отдыха, в том числе и красноярцев. Появилось вот такое удобное средство гигиены, взял с собой, использовал. Но вот за стыдливое надписью нетканное полотно в составе скрывается материал, который практически не гниет и разлагается в несколько десятков лет. Бросать его на землю категорически нельзя. А многие гуляющие красноярцы это делают. Брошенные на землю салфетки далеко не всегда попадают в мешки после уборки. Они уже стали настоящей бедой и на столбах, и в лесах. И опытные туристы всегда просят новичков их не брать или уносить. В городе на том же острове убрать за собой проще. Всегда есть урны, там везде по дороге есть урны, все можно выбросить. Впрочем, это еще не все. Берег реки часто требует большой чистки после пикников. Сюда можно приезжать на машинах со всеми вытекающими. Мусор, и мне кажется, в этом виноваты люди, которые его оставляют, которые отдыхают и не убирают за собой. А что оставляют в основном? Бутылки, мангалы. Бутылок всяких пластиковых, бутылок пластиковые, наверное, эти стаканчики. Ну, сигареты, наверное, пачки. И сами окурки. Те же, кто живет неподалеку, припоминают, власти обещали рейды чистоты. Но как-то в системе, по наблюдениям жителей, пока не складывается. Пакеты, конечно, хорошо складывают, но у нас есть животные, которые это все растребушили. И не всегда справляются даже мусорки, которые стоят вдоль тротуара, так сказать. Утром едешь, мешки стоят возле них, соответственно, собаки уже растребушили. Сейчас одна из уборок на острове прошла после жалоб и обращений. Мешки с мусором пока вдоль дорожек целые. Тут же еще одна здешняя особенность – буйная растительность – ветки огромных тополей. Вот я как раз сейчас под деревом ветка, которого рухнула. Но тут интересный еще факт, когда одни местные жители, например, жители Тихих Зорь, начинают говорить «опасные деревья на острове», другие говорят «пссс», потому что очень боятся, что пила красноярских озеленителей доберется и сюда. Многие боятся. Если внимание благоустроителей переключится на остров отдыха, то здесь уберут слишком много деревьев. Варварскую обрезку на городских улицах, когда надо и не надо, видят все. Здесь же порой можно попасть в настоящие джунгли. Также горячо спорят горожане о том, а нужно ли вообще что-то менять на острове. Одни сетуют, мол, он не развивается так динамично, как Татышев. Другие уверены – а и хорошо. Нет, даже не кафе, а просто вот эти растения привезти в нормальное состояние, чтобы можно было зайти, порадоваться, посмотреть. Для меня так. Траву обязательно растите. Могу конкретно судить по последнему году. Здесь действительно облагораживается буквально с последней лавочки. Каждое утро я на работу, с работы возвращаюсь, то есть вижу. Нравилось и как раньше было, то есть более уютно. Но больше света – это хорошо, во-первых. Действительно безопаснее стало. Вот там вот есть детская площадка хорошая, интересная. Остров-то хороший, но вот про нее, наверное, почти никто не знает, даже тот, кто живет. Не знаю, как-то попрезентабельнее просто сделать. Вот даже ту площадку просто развить, и чтобы ее было видно, чтобы люди шли туда отдыхать. Ну, тоже, чтобы были зоны отдыха. Мне больше нравится, чтобы оставалась природа, чтобы меньше было заказованности. Жалко, что нет дорожек, например, для самокатов. Идешь, и постоянно тебя обещают. Сейчас у острова отдыха нет единой дирекции, как у Татышева. Территория разделена между несколькими спортивными учреждениями. Хотя власть уже держит остров отдыха в фокусе внимания. Так прошлый мэр Сергей Еремин высказался после очередного визита как об острове любви и разврата по ассортименту мусора. А соседний Молокова вообще назвал свинороем. Это не марсиане, не неопланетяне. Это мы, сами красноярцы. Поменять радикальную ситуацию прошлый мэр здесь не успел. Нынешние руководители тоже революции не делают. Этим летом тихо передали часть берега у коммунального моста предпринимателям для облагораживания центрального городского пляжа. Также мы хотим людей отправить в воду специальных, чтобы они почистили дно. На дне находится масса всяких покрышек, бутылок, палок. Все загрязнено. Что получится из этой затеи, скоро будет понятно. Попытка соорудить что-то купально-загорательное делалась и на острове Молокова. Он, кстати, в голове у многих тоже остров отдыха. Там в очередной раз стало ясно, что интересные проекты требуют хороших вложений, денег и ума. Анна Гейнс и Василина Пателицына. Новости Прима.